Первый открытый аукцион по предоставлению прав на разработку месторождений принес государственному бюджету около полутора миллиардов тенге. Из 49 объектов, стартовая цена которых начиналась со 190 миллионов тенге, торги состоялись по 38. Это табыча золота, цветных и редких металлов, а также самоцветных камней. По мнению министра по инвестициям и развитию, произошел долгожданный переход от старой системы к новой, которая соответствует международным стандартам. Если раньше государство работало по тендерам и конкурсным методам, то теперь все стало открытым. Открытым в пространстве, кто предложит лучшие условия государству. Это абсолютно, я считаю, прозрачная система, как раз против коррупции и непрозрачности в этом процессе. И второй метод – это австралийский метод. Мы в ноябре в конце объявили первые лоты. Я считаю, что вот эти два открытых метода, они позволят привлечь большое количество инвесторов, местных инвесторов, иностранных инвесторов. И самое главное – победить вот эту непрозрачность при принятии решения. Нынешний аукцион состоялся по английскому методу до максимально предложенной цены. Было подано 106 заявок от 92 компаний. Из выигранных лотов 10 – это добыча полезных ископаемых, 28 – разведка.